Дорогие друзья, при выборе человека, что ему читать, что слушать, кого слушать и смотреть, с кем общаться и дружить, важную роль, конечно, играет та атмосфера, которая заложена уже первоначально в его семье. С возрастом человек обретает друзей тоже не случайно. Промысл Божий направлен для каждого человека, которому Господь желает спастись. Но только мы, люди, этого многие не желаем, а насильно в рай никого не затащишь. Замечали ли вы, что при одинаковой физиологии людей, почему-то многие не сходятся интересами, характерами, мировоззрением. Например, в домах, где больше тысячи квартир, а люди, мало кто дружит с семьями из этого дома, а в основном дружат с другими домами других районов, других городов, других республик, стран. В чем же дело-то здесь? А в том, что человек трехсоставный – дух, душа и тело. Тело, в свою очередь, с душой составляет плоть. Так вот, только дух человека определяет его жизненную направленность. Тот образ Божий, по которому нас Господь создал, мы уже в основном потеряли. Увлекаясь больше мирскими какими-то делами земными, попечениями, направляя их исключительно только для тела и для земли. Господь сказал, «Не имать пребывати духу моему всех человечек, за не суть их плоть». «Я не буду пребывать», – сказал Господь тех людях, которые только думают о земном. Время – это самый драгоценнейший дар Божий, данный нам для осознания смысла своей жизни. Если мы это время тратим на поиски земных благ, искание удобств, жилища, одежды, продуктов питания, средств передвижения, предметов быта, роскоши, развлечений, забывая о том или вовсе не думая об исполнении заповедей евангельских, все больше с головой погружаясь в заботы этого скоро гибнущего мира, то мы самые несчастные люди, которые не задумываемся, какие вечные муки нас ждут за гробом. Но если человек говорит, что ему все равно, или, как многие говорят, а по барабану, наплевать, наплевать, ими там зароют, там бросят, как собаку, мне все равно. Ну, люди просто, ну, глупые, уж простите, уже другого не подберу слова. Да, мне самое главное бы пожить здесь в удовольствии, а что там будет со мной, мне абсолютно не интересует. Да, ну, тогда таким людям Бог никого не носил, да, посылает, конечно, скорби, болезни, уничижения, лишения, войны, разруху, голод. Если же и тогда народ не просыпается и не принимает решения соблюдения заповедей и жить не по законам мира, а по закону Божьим, если он этого не понимает и не принимает такие решения, то скрежет зубов и бессмысленные, бесполезные, горькие слезы его ждут за гробом.